Здарова всем, кто подсел на CG новости, ты на канале JoyCenters и меня зовут Джон Кормилицин. Сегодня в выпуске. Бесплатный гайд по анимации для Unreal Engine, мощный аналог фотограмметрии от NVIDIA, 3D CodePrint для 3D печати. Ребят, ровно до 7 июля вечера мы набираем самый большой поток по обучению трем направлениям. Сразу спойлер, он бесплатный. Создание персонажей, анимация плюс риггинг и изучение Unreal Engine по синематикам. Месяц назад мы запустили первый поток людей, где ребята уже за 3 недели набросали шикарные результаты по синематикам. Сейчас они их еще дорабатывают, а далее объединятся в команды для создания картин под ТЗ, которые мы им предоставим, чтобы впоследствии упаковать ArtStation, YouTube канал и Instagram. Ах да, в обучение также входит продвижение, где вам необходимо будет записать 6 интересных постов в YouTube и Instagram, для того, чтобы люди о вас начали узнавать за счет общей сетки оптимизации движа. Вы уже сейчас можете вбить в поиск YouTube хэштег 3D старт и увидеть, как много людей делится своими историями и первые результаты за недолгое время. На курсе вы изучите предпродакшн для понимания, как работать с проектами до его начала создания, операторскому искусству, менеджменту, программам Maya, Unreal, MetaHuman, ZBrush и Marvelous Designer, в зависимости на какое направление пошли вы. У нас записано уже 40 плюс часов стримов с разборами работ, обучением программ и многое другое. Я до сих пор зову профессиональных специалистов, которые делятся крутой информацией с вами, а вы, в свою очередь, можете задавать им вопросы онлайном. Единственная плата за курс – это быть подписанным на всех кураторов данного мероприятия. Это очень малюсенькое действие для всего, что мы сейчас делаем. Успевай на второй поток, потому что такой движ будет проходить всего один раз в год. Напоминаю, до 7 июля вечера. Видосы, которые вы видите сейчас – это уже результаты новичков. С самыми активными и крутыми художниками мы будем коллабиться и отправлять им заказы для реализации заработка. Ссылку на пост для регистрации, который нужно прочитать от корки до корки, в описании, друзья мои. Максон выкатили Cinema 4D S26.1. Обновление доступно по подписке. Среди нововведений – это улучшенный интерфейс, опять обновленный OpenVDB 9 Core, изменения в моделировании тканей и повышение производительности. Также внедрили Magic Bullet Luxe 16.1. Добавили более 50 карт Surface, 12 новых HDRI и 26 материалов Redshift для ArchVis. Ну и, конечно же, исправление многочисленных ошибок. Ну, что-то не густо. Boris FX выпустил Continuum 2022.5. Добавили 5 эффектов и еще 15 переходов. И все это с GPU-ускорением. Рендеринг повысился до 35%. Интересно, как оно будет работать внутри After Effects. Да, а также добавили несколько изменений в интерфейсе и элементах управления. Ссылочка с подробностями в описании. Ловите бесплатные HDRI небо от MadPaint. Халявных HDR-ок может и так много, но вдруг пригодится. Пак взятый с бесплатной библиотеки команды. Каждая HDRI снималась по несколько часов, аж до самого заката. Коллекция идет в 2К, ну и бонусом они лицензированы для коммерческих проектов. Эпики выпустили бесплатный гайд по анимации в Unreal Engine. Для его скачивания надо будет подписаться на почту рассылку от эпиков. Только при вводе данных сайт может слететь и выдать ошибку. Обновите страницу или начните заполнение с конца. Файл придет вам на указанную почту, ну и конечно же его надо будет перевести на русский язык. Ссылочка в описании. А еще Epic Games выпустила Twinmotion 2022.2 Preview 2. Теперь туда можно подгружать бесплатные модели Sketchfab. Вот так. Только учитывайте, что могут быть сбои в анимации, текстурах и всего прочего. Подключили возможность импорта GLTF файлов, а также теперь через DataSmit можно переносить источники света. Исправили ошибки и все подробности по ссылочке в описании. Недавно по многим новостным пабликам прошла информация, что Unity увольняет сотрудников. По некоторым данным это затронуло чуть более 200 человек. Увольнения прошли в офисах по всему миру. Может для кого-то это и покажется жестким, но согласно одному из заявлений это необходимо для оптимизации и дальнейшего развития компании. Вот такие вот дела. Adobe представили Character Animator 22.5. Разработчики внесли вводный режим в программу. Он позволяет в бесплатном режиме создавать анимашки. Инструментарий, конечно, будет упрощенный, но пойдет, чтобы понять, надо оно тебе или нет. NVIDIA выпустила 3D MoMA. MoMA. В чем ее суть? На официальном сайте все так замудренно написано, что обычный специалист пролистнет и забудет. Постараемся объяснить кратко и доступно. Для получения реалистичных 3D моделей сейчас используются сложные методы фотограмметрии, которые в некоторых случаях не так идеальны, из-за чего модельку приходится дорабатывать вручную. И дабы от этого уйти, NVIDIA продемонстрировали новую технологию, которая работает с помощью искусственного интеллекта на тензорных ядрах. Это позволяет быстро и качественно получать 3D модель на основе обычных фотографий. Причем, судя по ролику, с хорошей текстурой, материалами и освещением. И в отличие от ранее выпущенной Instant Nerf, этот метод выводит модель с треугольной сеткой, поэтому ее можно встраивать в игровые движки. Ну и, конечно же, в сам Omniverse. Кстати, о нем. Если сидите на удаленке, то, возможно, вам пригодится бета-сборка Omniverse XR 2022.1. Программа идет для работы в расширенной реальности, то есть можно в режиме реального времени вместе с командой провести штурм по проекту. Система поддерживает SteamVR и планшеты с выходом в AR. Правда, системные требования у софтины запредельные. Необходим GeForce RTX 3090 или RTX A6000. Ссылочка в описании. Помните, мы говорили о связке Substance и нейросети Deli 2? Так вот, автор выпустил часовой туториал о процессе создания материалов. Ролик находится в бесплатном доступе на YouTube-канале. Ссылочка в описании. Разработчик 3D Code анонсировал 3D Code Print. Его можно скачать бесплатно. Предназначен он для подготовки моделей к 3D-печати. Подходит для использования в коммерческих целях и по инструментарию программа идентична полноценному 3D-коду, но с небольшими ограничениями в 40 тысяч полигонов. При экспорте система автоматически подгоняет модельку для печати. Чтобы скачать, переходите по ссылочке в описании. Наш бро и сообщество J-Center скинул сток с бесплатными звуковыми эффектами, шаблонами, музыкой и проектами для автора Premiere Pro, Final Cut Pro и DaVinci Resolve. Сайт называется MixKey. Площадка разработана другой, не менее известной платформой Envato Elements. Библиотека еще небольшая, но пишут, что обновление будет каждую неделю. Ссылочка в описании. Закрепите себе где-нибудь, чтобы не потерять. Команда из OpenAI обучила нейросеть игре в Майнкрафт. Она самостоятельно ходила, добывала необходимые ресурсы, создавала предметы и блоки. Обучалась нейронкой, естественно, на роликах с прохождением игры. Статья с полной информацией по ссылке в описании, друзья мои. Это самые важные новости за сегодня. Мы наткнулись на интересную разработку компании Mojo. А конкретно это контактные линзы дополненной реальности. Они уже были протестированы на человеке. Первым добровольцем стал директор компании Дрю Перкинс. Считается, что прототип AR-линз MojoVision является пока самым оптимальным решением. Очень сложно представить, как разработчики вместили всю эту электронику в крохотную линзу. Даты старта продаж пока неизвестны, к сожалению. Так бы, конечно, закупился. Студия Playtish Image выпустила шоурил с VFX с разбором второго сезона Ведьмака. Визуализировали некоторые сцены с магическими эффектами, огнем и боевками. Конечно, хотелось бы побольше подробностей, показали все очень-очень поверхностно. А теперь предложка для любителей сериала Любовь, Смерть и Роботы. Вышел разбор одного из эпизодов третьего сезона Джибара. Показали разбивку анимации, рига, текстуринга, а также сами модельки персонажей. Полную версию ролика смотрите по ссылочке в описании. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте к нам в телеграм-группу. Ёпта, там происходят самые офигенные новости, которые выходят гораздо раньше, чем новости, которые вы сейчас смотрите. Обязательно залетайте на нашу движуху для того, чтобы раздать вот этот весь движ в 3D-пространство континентального разума. Для того, чтобы люди наконец-то увидели, какие мы талантливые, какие мы классные. Что мы можем делать офигенно. Потому что вся необходимая информация, которая есть в этом обучении, поможет вам создавать реально классные вещи. Мы постарались. Спасибо большое за просмотр. Закидывайте свои картиночки во вдохновение. И до новых встреч, друзья мои.